Но пару слов для тех, кто будет смотреть этот стрим в записи. Я не устаю напоминать, что сейчас стримы проходят на втором канале, потому что на первом канале лежит бан от Ютуба, то есть невозможность стримить. Видео там выкладываются, выходят, но если вы хотите актуально видеть, что происходит у нас в нашем имперском прохождении, легенда об императоре и его героях, то по ссылке в описании под видео переходите на второй канал, подписывайтесь на него и там будете смотреть стримы. Почему подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы вам напоминания приходили. Надеюсь это, как говорится, этим я смогу достучаться до тех, кто потом не будет задавать вопрос, почему где пропала рогатая жаба. Так, первый бой у нас на разогреве, тут потери не загадываем, это захват последнего города паладинов Тигана. И на этом с паладинами Тигана будет покончен. То есть война с эльфами открылась, а война с паладинами Тигана заканчивается. Когда Стелларис 24 на 7, другие игры нам не нужны. Ну кому не нужны, а кому и нужны. Ну и Стелларис тоже нужен. Так, с вашей подкрепления все понятно. Стелларис, как я говорю, в пятницу будет, потому что не успеваю. Я вчера вечером записывал чтение на сегодня, и то половину только записал, потому что чтение вышло немножко больше, чем я думал. Там не на час, там на два часа чтение, и надо ко второму часу подготовиться еще. Так что сегодня меня ждет хороший вечер, но при этом мне нельзя читать, когда Оля стримит. Данила, насчет бана, это ты можешь предыдущие стримы посмотреть. Там в начале 29 серия, 29 стрим, там в начале целая речь по этому поводу, где я объясняю, что к чему и почему. Но с техподдержкой я еще буду разбираться. Руки не дошли даже написать. Так-с. Чего? Ага. Подожди, а ну-ка. А если по-честному? А если по-честному, то лучше расставлять войска тут. А если по-честному, то я думаю, что к чему-то по-честному, то я пойду, что я не знаю. Товарищ сироп! Для Хелденхаммера! Офей! Мы сиропы! Хеллсторм! Артилерия идет в тени! а хеллсторм не может разрушать да зато может пробить что бы ты ни делал но в конечном итоге победит хорн чем больше ты убиваешь тем сильнее он становится так что кровь для бога крови форм доволен тобой с другой стороны я не могу оставить хаосу до поедания все что у меня есть так что будем удовлетворять корда так или иначе так хитрая игра где правило заключается в том что враг победит вопрос только когда вот это когда мы пытаемся оттянуть не дадим им это когда вы так хорошо разрушаете стены а башенку пожалуйста что мне надо для победы в компании хороший вопрос начал компанию не посмотрел условия победы я знаю условия победы в первом вархаммере но они не такие во втором вархаммере потому что хаос приходит с нескольких мест и значит просто остановить его на пустоши хаоса убив архаона не получится так что у нас за условия победы интересно ой даже не будем пробивать ворота просто наверх сегодня среда сегодня последний день подачи заявок на пост адмирал консула пакс юмани это для пакс юманиан из телариса сегодня вечером или завтра утром будет начато голосование у нас такая ситуация что у нас два поста освободилась поэтому поэтому два участника голосования окажутся победителем пока что три претендента на пост но если вдруг кто-то кто еще не имеет лидеров в стеларисе хочет из патрициев подать заявку то сегодня последний день это сделать что у нас Это наглый штурм с нашей стороны. Мы не щадим наших бойцов, но такой штурм нам нужен для того, чтобы побыстрее овладеть этой крепостью. Кстати, насчет экономики я в начале стрима очень не зря говорил. Сейчас я вам покажу, какие у нас экономические серьезные проблемы. Поэтому во всех сражениях, где только можем, мы будем выбирать лут. Обыскивать каждый труп. Каждый уголочек на поле боя, чтобы забрать максимум золота. Вы сделаете так, как я хочу? Или вас надо как-то специально на это сподвигать? Могу предположить, что для победы в этой кампании мне нужно остановить хаос. То есть набрать определенное количество провинций, захватить определенное количество городов. Ну, в смысле определенные города, конкретные, удержать их. И остановить хаос. Убив или одержав победу над фракциями. Если в список фракций входит зеленокожие, то будет еще тяжелее. Потому что, насколько я понимаю, зеленокожие с хаосом воевать не будут. То есть зеленокожие не будут помогать нам. Хаос с зеленокожими будет помогать друг другу. Не то, чтобы они будут друзьями, но, я так понимаю, хаос будет шастать через территорию зеленокожих. Спокойненько. Расстрел. 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 Так, как вы становитесь? Я понимаю, что... Больше всего голосов вы получите адмирал. Да, я так и планирую. То есть в этом голосовании... Эээ... Вейкфидер... Не понял. Там кто-то еще есть. Ай, ну ладно. Кто-то спрятался. Дружище, ты тут прикипел или застрял? Или может еще и на площади кто-то... Ааа, еще и на площади кто-то есть. Да, я думал, мы тут уже превозмогли пустыню, победили. Расстрел. Давайте идем. Сигмар команды. Формация. Марч. Берем позицию. Берем землю. Берем. Расстрелы. Берем. Для императора. Кометта двинировой…! Берем! Мы справились быстро! Хотя местечко хорошее. Оборонять его… круто будет! Представьте Хаос которыеagnетят штурмовать. Он будет стекаться к площади, а мы будем к примеру каким-нибудь жарким огнем из танков имперских его тут жарить. Казара римлянина, нигера или ацтека или болгарина, серба-хорвата. Парня с тибета римлянина. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Эх, ты к чему? Вживую я мало кого вообще видел. Ну как, смотря в каком смысле. Из других национальностей, скорее всего, из других далеких регионов, а так-то да, пришлось со многими людьми пообщаться, с очень многими. Даже больше, чем мне бы того хотелось. Докс, приветствую. Нигде нет написанных условий победы? Есть, но в эту вкладку обычно не загадывают. То есть, как бы, хорн, который у нас тут есть, внушил настолько мысль о том, что победа невозможна, что я и не заглядывал в эту вкладку. Ну, невозможно ты и невозможно, подумал я. Значит, не будет победы. Подъем римской культуры. А, ты имеешь в виду кого-то из свиты? То есть, советники, женихи, кузины и так далее. Монахи. Я просто в Crusader Kings не очень сильно разбираюсь. В Европе Универсалис я бы мог подумать, что прям аж в те регионы ты расширился. Хотя в Европе Универсалис там тоже советники сейчас ПТ со всего мира. Я просто не присматриваюсь, какая у них там религия и откуда именно они. Но большинство советников, которых мы увольняли в паттеанском мирозвоевании, как раз-таки откуда угодно, только не из самого ПТ, потому что они нам не подходили. Если на пирамиду рванет, весь юг потеряет. Как мы выяснили, нет. Потому что Стражи Пирамиды недвижимы, а значит просто может погибнуть армия, которая нападет на Стражи Пирамиды. Вопрос, если Хаос нападет на Стражи Пирамиды, что будет? То есть, как у них там разборки будут? Ты можешь победить, просто у тебя не самые хорошие шансы. Раз мы с вами затеяли разговор о победе, то сейчас посмотрим, какие условия необходимы. Переход целых регионов именно в культуру Рима. Погодьте, погодьте. А вот тут вот поподробнее. На карте Крусейдер Кингсов есть Тибет. Я вроде помню, они заканчиваются Западной Индией. Там что-то немножко Средней Азии. Китая ж там нету. Хотя, как будто назад я туда заглядывал, или больше даже. Разорить 5000, получить. Они нам сейчас очень нужны, чтобы укрепить Сильванию. Ладно. Пойдем тяжелым путем. Все равно доход наш будет больше в итоге. Уже есть. Ого. Они расширили карту. Надо будет заглянуть. Так, Бьерн, Странник, Малыш, Томми. Его 15 уровень. Еще 5 уровней до бессмертия. Он должен что-то дать своей армии. И сейчас мы должны понять, что именно он даст. Еще один уровень до Грифона. И 5 уровней до бессмертия. Имперская артиллерия. Вот он, чем должен прославиться. Занди, Занди, Занди. Укрепить бы тебя. И стены бы здесь сделать. Но мы понимаем, что не можем. А почему не можем? Потому что... Это у нас Сильвания. Возле которой стоит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 армии. 9 армий Зимнего Клыка. Если они объявят нам войну. То сами понимаете. Они будут нападать на наши города. А у нас не защищен Вальденгов. Через 3 хода он только получит стены. Эшен-то стеной будет окружен через ход уже. Эсен через ход тоже будет окружен стеной. И экономику нам не на что пока что поднять. 681. Одна монетка в казне. Так что сейчас мы будем проводить бои в поддержку строительства в Сильвании. В те времена европейцы даже не знали о Тибете. Ну как сказать. А шелковый путь. Виктор Ворон задонатил 1000 рублей. А стрим не был продлен. А ты про этот самый. А ну-ка сейчас я гляну. Динь-динь-динь-динь-динь-динь. Если бы это были механизмы какого-нибудь корабля, который прыгает через пространство, то я бы сказал, нужно постучать по нему отверткой. Чтобы он заработал. Вот, постучал отверткой. Далеко бы мы не прыгнули. Так, ну давайте вернемся. У нас тут еще сражения продолжаются. Восстание мы все подавили. Гидра. Я наконец-то освободил Влада фон Корштайна от обязанностей стеречь нашу восточную границу. Гору Гром. Тут появились две армии, которые способны будут самостоятельно выполнять это задание. И твой Влад идет навстречу Зимнему Клыку с его огромными армиями для того, чтобы защитить Некрополис. Я надеюсь, у него это получится. Ну а сражение, где вы можете загадывать потери, это будет битва с эльфами. Мы сейчас будем с вами сражаться с драконами, с деревьями, со стрелками. И нам может быть больно. Кристофер-экзекьютор будет испытывать на выносливость своих воинов. Мы даже паравон не будем захватывать, потому что нам нужны средства. Все. Вот тут вот можете загадывать потери. Это будет битва. Надеюсь, не в лесах, пожалуйста. Не надо. Ну, в лесах. Но враг на марш. Кувалдой, вернее, постучать будет. И прыгнуть в другую часть Вселенды. В общем, хорошо, что это просто кружочек. И его так легко исправить. И последствий этого исправления не так много плохих. Такс, на Твиче есть кто-то? Да, есть. А ну-ка, в чате напишите что-то. А то там холодно и одиноко. Такс, мы с вами сражаемся с эльфами. У них есть драконы. Но и мы же не слабенькие. Я смотрю, тут 230, 260 загадывают. Вы меня пугаете. Это с какого такого перепугу мы должны им так сильно проигрывать? Такс, у нас, конечно, есть выбор. Остаться ли на горе и принять бой в хороших для нас условиях. Или отступить к другой горе и при этом оказаться на равнине. И принять бой. Ну, мы уже на этой горе сражались. Только под другим углом. Мы были здесь. Вроде позиция была хорошая. На самом деле стрелкам было очень плохо. Поэтому мы с вами на этот раз перекочуем в другую часть этой местности. И попробуем врага в более-менее справедливых условиях. Конечно, враг будет на возвышенности по сравнению с нами. Может быть, легче стрелять ему будет. Но и открыт он нам будет лучше. То есть наши стрелки тоже будут намесить ему больше урона. Да и мечи наши с самого начала будут в лесу. Может даже попробуем дракошку убить. Да, достанем до дракона. Но только пушечки тогда можно умастить так, чтобы их, конечно, не тронули. С другой стороны, чтобы они нам не мешали. Вот где-то тут. Ну и чтобы мы им не мешали. Разброс. Разброс будет 20. Хотя эльфы это стрелки и, конечно, они бьют больно. То есть достать до нас они могут. И да, для хромовников Мора и Сигмора скажу, что если вы увидели, что у вас не стало части прав на отряды, то это потому, что ваша фракция эти права аккумулировала для объявления священных походов на Паравон, Квенель, Вековой Дуб и Лючини. Так что спросите у лидера вашей фракции и он даст вам отчет. Так, Илья, твой прогноз 190, Блэк Драгон, твой прогноз 200, Данила 220. Николай 147, первый дредноут 260. Пан 230. Напоминайте, если я не говорю разброс, потому что... Славко приветствую. Костровоев приветствую. Весь кинозал свободен. Как-то так я ходил смотреть фильм, когда у нас в кинотеатре было только 8 человек. Класс, комфорт. Ключи пушкам, картечь. Пра-пра, чё, зачем картечь? Расстояние дальности выстрела с картечи будет маленькое. На картечи они же вообще не достают. Начинать-то надо с вот этого дела. А картечь? Ты имеешь ввиду, удобно будет расстрелять их вот здесь в картечи, если выйду? Да. Надо будет. Цитовский приветствую. Полетели. Сейчас мы дракона достанем. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. Да, какое движение, вы о чём? Не помню, чтобы я промахивался. Ой-ой-ой-ой-ой, не-не-не-не, сорян, 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 сорян. Вот так мы попали. Сейчас нам сделают. Бо-бо! Я зря туда повёл своих. Ах, я дракончика получил. Так, что насчёт картечи? Ага. Рано ещё картечь включать. Ой-давай-давай-давай-давай-давай. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Пожалуйста. Это, конечно, и не минной отряд, но всё равно его очень жалко. Думал повоевать. Сейчас наши стрелки защитят. Уди, 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 уди. О-о-о, ещё дракошка. Тут какой-то маг кастует. Подожди, ну это дерево четвёртого уровня. Что-то оно для четвёртого уровня подозрительно умное. Ребятки, дракончика, убейте. Включаем картечь. Хо-хо-хо. Хочу увидеть вашу картечь. Перестройку вижу. Картечь вижу. Так, тут пушки стрелкам мешают. Хорошо, картечь по стрелкам гасит. Фактически мортиры даже так не достают. С пехотой можем подождать, а вот стрелков надо убивать. Только отойдите чуть-чуть. Надо вот этих вот уничтожить. Так, и у нас за спиной, по-моему, творят какую-то дичь. Вражеская кавалерия, а мы ей ничего не делаем. Ой-ёй-ёй-ёй, только не подкартечь, пожалуйста. Стоять на месте. Это придется сейчас этих всех перевести. Вас назад. Стоять на месте. Самых-самых дальних и самых опасных попробуем достать. А, ну вы так и сражаетесь. Кому нам нужен опыт? Золотые лычки получили все, кроме этих трех отрядов деппельзольдеров. Куда вы поперлись? Назад. Не мешайте нашим стрелкам. Даже бросьте все. И отойдите, чтобы быстрее было. Максимальное золото, тем не менее, нам тоже интересно. Что нам победу не выписывает? Потому что сопротивляется один отряд. Оно, да? Оно, да. Оно, да? Оно! а готова Отключаешь огонь без приказа, то стрелки арта плохо слушаются приказов. Если ты не отключаешь огонь без приказа, то стрелки арта плохо слушаются приказов. Ну ты имеешь ввиду, что они выбирают свои цели и стреляют, а не то, что они перестают вдруг стрелять. Каждый выстрел к артечью это 80 пуль. В твоем случае одна батарея за залп выпускает 240 пуль. Наши потери 61 боец. Как я говорил, разброс 20 это означает от 41 до 81. Это ваши правильные прогнозы. Вот те, кто не верил в силу нашей картечи и умения жабы приспосабливаться. А никто не верил. Все загадали больше. И вы откровенные пессимисты. И 2200 в казну. Класс. Отлично, то что надо. 4700. Живем. Еще одно дуб дерево. Погибло. Да, кстати. Вопросы с магами. У нас с вами, если смотреть в таблицу, маги нужны в армию Сергея Царева Янтарный маг и Блэк Драгон в твою армию. Но так как Сергей еще в самом-самом начале заказывал магов, то один маг отправится в его армию первым. А маг Света и нефритовый маг тебе будут наняты чуть позже. Благодаря тому, что мы в Альдорфе закончили строительство коллеги магов, да? Да, мы получили плюс одного мага, по-моему. А когда закончим Альдорфскую коллегию магов, то тогда мы сможем троих магов, согласно таблице, отправить по назначениям. То есть два мага в твою армию и еще одного мага далеко-далеко на юг. Но пока Эбен Дитоцен Сергею Цареву ждет своего назначения, то есть он только появился, и сейчас мы его снабжаем всеми необходимыми примочками. Маг Самоучка 8, ну так нельзя, так нельзя, кто-то забрал себе, кто забрал себе, а ну-ка, ты что ли забрал себе, ученика мага? Не нужен тебе этот ученик мага, бери бейлифа. Ученик мага нужен тут, магу. Какое-то время маг этот послужит нам, то есть он примкнет к нашим армиям против эльфов и будет нас исцелять и помогать. Но доступ к ходу он получит только на следующем ходу. Пока что мы его наняли, он ходить не может. Дальность перемещения у него равна нулю. То есть на следующем ходу мы уже можем дать ему приказ куда-то двигаться. Меткие стрелки. Больше боезапаса? Нет. Ускорение перезарядки и урон от выстрелов возрастет. Вот что мы получаем. И еще успеваем даже захватить паравон. Тут не загадывайте потерь, потому что такое сражение. Идем на штурм. Стоп, 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 это паравон. Это священный поход. Ага. Кристофер Экзекьютор, друг храмовников Мора и Сигбора, для вас захватит паравон. Данила, ну от меня это зависит только наполовину. Еще от врагов это очень сильно зависит. Марс не смотрел на эту игру. А, паравон это битва в открытом поле. Понятно. Всего пять отрядов. Проблем быть не должно. Продолжение следует. Все. Ага. Ну и я поздравляю Пан Параон теперь ваш Только тебе надо будет определиться Чей это будет город и кому ты вручишь Ключи от него Он не отстроенный Эльфы там практически ничего не смогли построить Да этот город нас защитит Но зато отсюда такие классные виды открываются на нашу проблему Семь стаков и еще один нанимается Мы не видим что в Квенеле Но при желании Правда они до нас не доходят То есть они выйдут только вот на эти рубежи Какой-то частью Правда эльфы могут организовать нам засаду И вот тогда-то нам и будет самое-самое Какой у них тут ресурс? Производство мрамора Это город Корна Ты просто еще не знаешь об этом? Никакой это не город Корна Это наш город Все Не дадим его в обиду И где мой уровень? Практически 12 И у этого практически 12 Оба идут нога в ногу Прокачиваясь Но сюда еще должен присоединиться особый персонаж Псих-мазохист Рудгер Со щитом Птолоса Как и Андрей заказывал Так что давай Догоняй Блин, ну что тут строить? Что в этом паравоне построить? Ну что-то не по... Ну можно конечно построить цех пкачей Паравон Отдай Вове Хорошо Вове червоняку Я правильно понимаю? Он с вашей фракции еще со вчерашнего стрима И получает теперь крепость Паравон Угу Хорошо Вступил в фракцию Получил крепость Красава Такс Ну теперь давайте посмотрим Что же мы в Сильвании можем сделать Вальденгоф Что в Вальденгофе произойдет? Кроме того, что мы здесь отстраиваем защиту Что мы сюда можем перенести? Кузницу мы сюда перенести не можем Кузница у нас в Дракенгофе Хотя почему не можем? Может быть и можем Что в Дракенгофе есть такого особенного Ради чего мы можем перенести кузницу У нас сколько будет Еще дополнительные ячейки В поселении 8 А тут 9 То есть еще одна дополнительная ячейка будет Чего нам тут не хватает? Часовня Сигмара может быть выстроена Может быть выстроена Имперская Академия Доступ к технологиям Ранг нанимаемых лордов Плюс 1 Вся фракция Таким образом мы можем повысить Ранг нанимаемых лордов Если у нас таких 10 штук будет То Лорды 11 уровня сразу будут выходить у нас Длительность найма минус 1 Для тяжелых мечников и великих пушек Это тоже хорошо Но проблема в том Что здесь тяжелые мечники стоят дорого То, что в Жувбаре такого нету Где там есть ресурс железа Который удешевляет найм А, в Жувбаре такое есть Вот это бы в Жувбар Вот это бы сюда Тут тоже такое есть И вот это бы Бастон Но вся проблема заключается в том Что я, ну рад Чем я тут пожертвую Цехом ткачей Это экономика Содержать наших мечников надо на что-то Не могу я цехом ткачей пожертвовать Вот так вот и выходит Что в Вальденгофе Вальденгоф Дракенгоф Вальденгоф Что нам сюда перенести На импехоты В итоге я скажу себе большое спасибо Если мы сможем нанимать прокачанных лордов Так что да Где-то придется разрушать А где-то придется строить А что дешевле 1800, 2700 450, 900 и 1800 3, 2, 1 То есть 6 ходов перестройка этого И 7 ходов перестройка этого Такие в Вальденгофе Будем строить вот это Дешевле и быстрее Понимаете Отстроим, чтобы здесь потом разрушить Вот как я хочу поступить Чтобы в Дракенгофе Построить имперскую академию И выстроить вот это на следующем Не на следующем ходу А когда достигнем уровня Да, это Деньги, которые мы Тратим на перестраивание Это не совсем эффективно и выгодно Но тем не менее Так, следующее сражение С эльфами мы посражались Здесь бой дали Теперь Эрингард Следующим должен быть захвачен Эрингард Легир де Музильон Заберет для нас Эрингард Пуллскрин владения империи Сделать не забудь Разрушай цех У тебя доход 30к плюс Но я и не хочу, чтобы он снижался Потому что когда придет хаос Ротация войск будет бешеной Мы будем не успевать их восстанавливать Вообще я планировал до прихода хаоса Нахопить в казне хотя бы 100 тысяч Но у нас пока что это невозможно Из-за того Что? Как бы ситуация такая Вы должны понимать На текущий момент В текущих сражениях Нам типа как Хватает войск Но У нас не открыт целый фронт Против зеленокожих Если он будет открыт Нам понадобится 10 новых армий Чтобы воевать на их территории Зеленокожих А если мы хотим перейти в наступление А не сдерживать просто зеленокожих Которые будут переть все сильнее И сильнее И сильнее То нам на их фронте понадобится 20 армий Потому что на северном фронте У нас с вами 15 армий И мы и то не справляемся А зеленокожие они гораздо опаснее Норске Я имею ввиду по объему городов И по количеству войск То есть они Дадут нам Челлендж Почувствовать что такое битва с врагами А экономика у нас уже трещит То есть ее у нас нету Денег нет Чтобы Текущие типа как потребности Удовлетворить Вот вам и кризис Совершенно нет Причин Расслабляться Конфедерация с Эверландом Да надо посмотреть Я хочу СП на Эрингард Ты подтверждаешь СП на Эрингард Жапкин Тебе пора С обычных стрелков На волшебных Переходить Ну волшебных стрелков У меня нет Ну разве что Особые войска Фракции Но их только 4 отряда И Танки Хотя волшебными Могли бы стать Стрелки Благодаря Артефакту Знамени Особому Блин Не На Эрингард Не получится Сфинного похода Потому что Теталегир Демузильон Не ваша фракция Опоздала Марс Заранее Объявляйте Священные походы Там есть Два города Нежити Вот на них Можно объявить Священные походы Их можно захватить Бальтазар Гель Там рядом Находится От вашей фракции И кто-то еще Стрелки С ружьями Стреляют Магическими Пулями Ну Таких Стрелков У нас Только один Отряд Танки Надо по армиям Распределять У нас И отправился Борис Хитрый С танковой Дивизии И Лая Несет Гельгинцолерну Танки Танки Магическую Не, не, не Ой, не это И ты Это что-то прям больно надо отходить отсюда помогать а вообще наверное не так хотя тролли трусливые они скорее всего побегут марс между фракцией хромовников сынов мора и сигмара и андреем ларионовым был заключен союз о взаимодействии поэтому поэтому все сработало пан может подтвердить о том что люциус вечный должен был вместе совершить поход на север и поддержать армии хромовников сынов мора и сигмара в этом походе так что ваше новомодное слово рофл здесь не подходит не нет адамарс а а а а а а так 17 уровень грифона ты уже получил теперь Теперь имперская артиллерия и потом танки. И да, маленькое уточнение. Блэк Драгон и тебе, и тем, кто нанимает капитанов. Оказывается, капитаны в итоге пересядут на имперских пегасов. У них нету грифонов. Я говорил, что они сядут на грифонов, но я ошибался. На самом деле, это пегасы. Пегасы, в принципе, неплохие. Очень большая у них скорость перемещения. То есть, капитаны будут оказываться в нужной точке очень быстро. Но да, они не такие живучие, как грифоны. Тем не менее, их тоже можно прокачать неплохо. Так, Эрингард мы захватили. Пожалуйста, будут здесь стены. Да, стены здесь будут. Эрингардские доки. Когда мы отстроим этот порт? Две тысячи он будет приносить. Но когда мы отстроим этот порт? Это ключевой вопрос. А пока что нужно позаботиться о стенах, чтобы останавливать здесь врагов. И какое-то время армия Алигиро де Музильона будет здесь расквартирована. Он должен получить своего Карла Эссинга в армию. И еще один какой-нибудь отряд. Но здесь он ничего не может нанять. Поэтому Фридс Лиспустыни либо рискнет и пойдет к башне Храка один, либо попробует выпустить вперед разведчика. Карл Эссин как раз может быть таким разведчиком. Вряд ли мы сможем найти врага. А, в обозримой территории мы врага не найдем. Ну-ка, 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 где же вы тут? Где же вы тут прячетесь? А ну-ка покажите нам себя. Тут врагов нет, если они не стоят в засаде. Все равно наше направление это башня Храка. Так что мы туда и пойдем. Грисвальд фон Хаммер может за вас тру захватить. Так вот, Марс, если хочешь священный поход, то есть Завастра и есть Бек Хаффин. Решай. Бек Хаффин это столица провинции. Там еще есть Эссен. Покажи, где капитан карающих хаос. Капитан карающих хаос тут же. Сейчас посмотрим. По-моему, должен быть где-то тут. Или тут, или... Карающий хаос. Да, он в армии Фрица, лесопустыня. Фриц пройдется побережьем, захватит башню Храка. Если ему повезет, дойдет до залива клинков. И тогда уже пик карающего хаос будет защищен крепостью. Не крепостью, а городом. Залива клинков. Так легко и быстро варги к нему не доберутся. От фьорда Ледяного Змея мы проследуем бухте Торосов. Хорошо было бы зайти внутрь, уничтожить здесь логово варгов и норски. Да, возле Альбиона мы практически находимся. Может и сможем захватить. Он отказался, да? Ага. Он полностью нейтральный, хотя это не значит, что он не пойдет с нами на север. Ага. Печалька. А я-то думал, Люциус Вечный должен вас сопровождать. Значит, перепутал. Грифоны, по-моему, только у лордов. У лордов и вроде как говорили, что грифоны у определенного вида магов. По-моему, янтарные маги тоже на грифонах. Сейчас посмотрим по героям. У магов света Пегасы, у капитанов Пегасы, 7155 здоровья на Пегасе. Это при прокачанном своем здоровье. А у грифонов 14000 здоровья, то есть в два раза больше. У нефритовых магов Пегасы. Но эти не прокачиваются. И у... Так. У... Воинов-жрецов. Боевые бронированные кони. А у воров... Не у воров, а охотников на... Вень... Они вообще пешком. То есть, есть идея, что у нефритовых магов что-то может быть у... Нефрит... Не нефритовых, а янтарных. Имперский Пегас и у этого самого... И у серого мага. То есть, серый, нефритовый, маг света. И сейчас посмотрим сияющие маги. Это огненные маги. Сияющие маги. Что у них? Имперский Пегас. У этих четырех маги имперские Пегасы. А вот посмотрим, кто у... У этого самого. У янтарных. У нас как раз будет один янтарный маг. Жаба, он будет нас сопровождать. У него нет другого выбора. Ну, в смысле нет выбора. У него есть выбор. Люциус Вечный может отправиться за... Этим самым... За Фолькмором Мрачным Ликом. На север к Хаосу. Либо защищать регион от Восстаний. Потому что у него не самая сильная армия. Поход на Завастру и Бекхафен. Хорошо. Завастра и Бекхафен. Помните, максимальное число походов, которое единомоментно может быть, ну, то есть в одно время проходить, для Ордена, это 5. Сейчас у Великого Ордена Императорской Рейксгвардии 2, 3 похода объявлено. У Ордена Хранителей Древних ни одного. У Ордена Крови Сигмара 2 похода. Караза Карак и Провинция 2 или похода 3, по-моему, похода. Потому что у Караза Карака 3. Это Столпы Грунгни и Гора Сквигорок. То есть еще 2 похода доступны. 2 похода доступны Ордену Крови Сигмара. 2 похода доступны еще Великому Ордену Императорской Рейксгвардии. 5 походов Ордену Хранителей Древних. И 1 поход доступен Хромовникам Мура и Сигмара. Зависит от твоих решений, поэтому я и настаиваю на том, чтобы ты решил, чтобы Люциус пошел с нами. Хорошо, тогда я не против. Просто Люциус такой себе помощник. Ну, как лорд 13 уровня, он близок к бессмертию, но его армия очень не очень. Он может подкреплять в сражениях. Он вон у нас колонизировал Горсель. У мага, зверей, грифон. Да, я знаю, мне это говорили. Но говорить не означает, что так оно и есть. Нам придется проверять. Потому что мне очень много чего говорили. А потом оказывалось, что это не так. А я рассчитывал. Покажи Бориса. О, Борис тоже у нас темная лошадка. Борис хитрый с танковой армией. Кстати, Ворон, если хочешь, можешь парочку танков себе забрать. Название подавать им. Неплохо было бы им осесть в армии Бориса. Сейчас у него в армии Олины отряды. Но танки вашей фракции находятся в другой армии. По-моему, да, они находятся в армии Андреаса. Ну, потому что они понадобились на передовой. И потому что должен был совершиться священный поход против Медной крепости. И Борис хитрый как раз везет... Везет ли? Или наступает с танками к Зальцемюнду, где... На север он танки ведет. На север. Но проблема Бориса как раз заключается в том, что его качал не тот, кто должен. И не очень хорошо его выкачал. У него нет стремительного удара. А сам Борис, к сожалению, к стремительному удару способен меньше, чем какой-либо другой лорд. То есть у него стремительный удар вообще в самой глубине. Т-34 на Берлин. Где еще на заводе? Т-34 на Берлин. Кстати, тоже могут оказаться тут. Просто название я хочу им дать тогда, когда они попадут в армию. Где они будут воевать уже до конца. Потому что я рядом с отрядами обычно пишу символ лорда, в котором эти отряды воюют. Поэтому не люблю у переносчиков называть отряды. Потому что потом они покинут эту армию. И придется искать и менять это все дело. Нападая на Завастру и Бекхафен. Да, давайте посмотрим, чего у нас. Евгений Савойский может атаковать Завастру или Бекхафен и Бальтазар Гель. С одной стороны, он может напасть на Снегура. А с другой стороны, ну да, священный поход. Бальтазарушка не доходит сюда, да? Не доходит. Значит, на Завастру идет. И таким образом у Нежити останется только одна армия. У Нежити Карштайн. Тоже не загадывайте потерь, потому что понятное дело, что мы раскатаем. И нанял ли я демигрифов Марс? Нет. У меня нет возможности нанять демигрифов никак. Потому что, во-первых, они дорого стоят и долго нанимаются. А во-вторых, регионы, где их можно нанять, Рейкланд, занят наймом танков, что гораздо важнее. А Сильвания, пока нет лордов, которые способны это сделать. Мы с восстаниями и с перемещениями Зимнего Клыка там справлялись. Так, ну в принципе, мы даже можем особо не утруждать себя. Мы можем так вот зайти. Августу Танги и прочие из армии Лайкалидона. Они еще не встретились. Так, только вот так вот, пожалуйста. Ворон, сегодня продолжение сказок, но в виде видео, потому что стрим не могу провести. И будет еще второе видео. Продолжение, завершение. Рассказа «Холодное сердце». Ну и там еще в байках Шписарской таверны останется, по-моему, чуть-чуть о рассказах. Не помню, надо будет посмотреть. Продолжение следует. Да, Бальтазарчику срочно нужно на кого-то сесть, на какую-то чудинку, а то плохо ему много бегать приходится, устает, бедняга. Хасте, Го, Магик! Диви, Дистанция! Готов! Лайон Босток, Шукол! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОТАР! 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 так давайте не тех давайте мыши как мы пушками добьем добьем ли тоже хороший вопрос так ну мышек мы разбили может магия бальтазара поможет это нежить которая так и цепляется за свою нежизнь какое должно случиться чудо чтобы оно погибло чудо ускорение о то погибло сейчас может каким-то чудом и это погиб под концентрированным огнем и артиллерии и пехоты и всего остального погиб решительная победа бастерман на твиче ты ты чё там агришь аудиторию а ну нельзя же так так с бальтазар гель покорил для нас город но само покорение нам не принесло желаемых финансов к сожалению штандарт стали скорость плюс 20 указанный отряд и песец опять песцов дают но зато взял уровень ай ртуть терпим да ртуть и не будем тратить очков очки на вес золота бальтазар должен с одной стороны раскрыться как маг окончательная трансмутация что дает земля враг влияет на противников увеличение дальности действий нанесение урона бойцам высокая эффективность против одного бойца может дать скидку на заклинание на коня его рано садить вообще-то он должен и как полководец помочь армии так что сюда вкачаем мастерство кому повезло вальмеру фон зигур тут с ним ходить завастра теперь двойер вашим бретонию вместе с новым дополнением обновили и преобразили с вами вирус и именно о данных изменениях я подробно расскажу и покажу в этом видео начнем с того что конфедерацию бретонии немного доработали нам по-прежнему придется изучать под каждую фракцию соответствующие технологии чтобы присоединить ее территорию докса доступна нам нужна хорошая изучение мы сможем окружу подписать конфедерацию с этой фракцией потратив лишь 5000 золотом либо 70 очков чести можем и ничего не делать в этом случае подписать конфедерацию можно будет при помощи дипломатии как это было раньше однако некоторых еще придется уговаривать либо ждать когда у них начнутся проблемы и они прибегут прятаться под ваше крыло в целом линейку технологий у бретонцев тоже немного изменили добавили пять новых технологий четыре из них направлены на улучшение отношений с лесными эльфами гномами имперцами включая кислив и южные страны а также с царями гробниц то есть теперь не только с высшими и лизардменами можно будет налаживать отношения при помощи отдельных технологий пятая же технология которая появилась с обновлением теперь будет открывать доступ к различным указам то есть к ветке исследований где мы могли улучшить показатели армии бою против некоторых фракций ухудшим с ними отношения и в этой ветке завостро я вписываю тоже остались им лири сама же технология которая называется до маркин и бред он уже нет увеличивает немного уровень чести а также доклад чай атаку в ближнем бою всех лордов и героев время которое необходимо на исследование некоторых указов было уменьшено и также сократили время для изучения конфедерации до четырех ходов а финальная часть этой ветки объединение бретонии теперь не улучшает отношения с гномами и империи а увеличивает количество крестьян которых мы можем призвать в армию без вреда оттуда экономики и марок в экономической ветке появилась два пункта уже существовавших технологиях которые увеличивают доход от промышленности и бекатин совойского в отношении крестьяна именно отряда крестьян в армии бретонии тоже произошли небольшие изменения теперь они будут содержаться в армиях бесплатно если лимит не превышен что можно использовать в дальнейшем для заселения бесхозных территорий ведь у бретонии каждая новая армия не увеличивает содержание предыдущих и в итоге нам придется платить лишь жалование полководцу для найма остальных отрядов больше не потребуется вспомогательных построек поэтому у линейки кузницы и мастерской плотника добавили бонусы которые улучшают защиту всех армий а местных еще больше и уменьшают стоимость строительства гарнизоны в городах теперь тоже будут существеннее для сравнения сейчас вы видите на экране слева старый гарнизон небольшого города третьего уровня а справа новый гарнизон где отрядов уже существенно больше а вот количество юнитов ряда рожки не изменилось просто отказались от кавалерии в пользу оруженосцев что при осаде будет значительно полезнее бретонские обеты теперь будут осуществляться при помощи такой вот панели у лордов и паладинов они представлены несколькими уровнями каждому герою можно выбрать цель а после ее выполнения получить награду виде различных особенностей и переходить к следующему уровню хайдельберг и хочешь отдать дельшан их будут свои варианты обетов и свои награды за их выполнение а у паладинов соответственно свои кстати сами лорды и герои а именно рыцари то есть за исключением прекрасных дам будут появляться сразу на коне даже при найме героя первого уровня на загаданный лорд альберик сможет заполучить свое распоряжение уникальный предмет трезубец монана для которого по словам разработчиков они сделали новые анимации в основном это оружие будет помогать армии бретонского лорда в море но активная способность может пригодиться и на суше что касается зеленого рыцаря то теперь его можно будет призывать не на 15 она 25 ходов после чего достигнув пятого уровня чести мы сможем призывать его неограниченное количество раз кроме этого на пятом уровне чести все лорды смогут сразу переходить к обету странствий а начиная с третьего уровня к рыцарскому обету зеленый рыцарь по-прежнему сможет присоединиться к армии и вдобавок имеет возможность обыскать руины в общих чертах бретонцам немного еще подкрутили экономику уменьшив стоимость строительства экономических построек и увеличив доход от них завезли более смирного кем лера который будет стараться теперь играть от обороны рядышком добавили новый город где поселили зеленокожие и подкрутили статы некоторым отрядом хотя это коснулось уже очень многих фракций мирного кем лера который будет играть от обороны все с вами был всем добра серьезно и ишку которая будет играть от обороны ваши игры в ванильной версии становится все более изысканными интересными веросу спасибо за информацию ох уж это бретония все раз чтобы туда не завозили сколько бы туда не пихали но по-моему все равно одна из самых худших для игры фракция не знаю кто может быть хуже мне лично бретония самое неприятное но может гоблинцы за что кемлер да блин вампир адекватный же должен агрессию проявлять как вообще нежить может играть от обороны это кому какому умному человеку пришло в голову нежить ставить играть от обороны там чё там скелетов на луга поля выводит типа обрабатывать фермер потому что основная масса игроков слабаки но еще и дети ну так уровни сложности для того и существуют дело то зато город но так а чё это я город конечно слабый но там рядом целая армия стоит варга в которой может напасть и горст может развернуться при любой возможности мне тут нельзя бойцов терять они ни до кого не достают на так чуть-чуть нашу кавалерию грузить можно их не уничтожать так но мы не заходим иначе они не позволят утужить себя хотя мы можем вывести их на это заклинание а магов подвести под огненный шар только этим нужно в сторону отойти так что да генерал он мой команд он 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 и так каков есть вариант можно вот так вот так конечно по хорошему нам на стены надо мигрируют стада зомби дают по себе попасть а если начинать так вот этого больше эффект есть а а а а а а а там еще мыши там еще мыши два отряда нам препятствует а мышки увидели к кому а вниз сюда 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 правильно забрались боли на вы же уже а все не 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 это ошибка тут не через свои так очень хорошо а теперь прекратить стрельбу тимофей приветствую захват альбиона когда а я ж показываю и и На следующий ход, да. Там же высадился Евгентай с войском, прям возле... Не высадился, точнее еще, а подплыл к Альбиону. Мы обыграли Норску, заставив ее войска и вот тех противных гномов приблизиться к побережью Нойш-Ванштайна. А тем временем сами к Альбиону подплыли. Рядом вроде как врагов нет, но пока непонятно... Может быть... Ну, непонятно, как они войска ведут. С глухого севера. Там же дальше, на той стороне, получается, этого не полуострова, а как это образование назвать. Тоже города, с которых они армии посылали. То есть, очень будет хорошо, если мы успеем... Если мы успеем захватить Альбион и при этом успеем потом покинуть город до прихода. Или не покинуть, а подвести туда подкрепление, потому что сам Альбион мы окружить стенами не сможем. И тогда становится хорошим вопрос, что будет делать хаос с этими городами, когда приплывет. Допустим, мы сдаем город, хаос выигрывает битву за город, хаос завоевывает город, сможет ли он освободить вассала в этом городе. То есть, может так случиться, что вся эта наша затея с походом на север, это лишь временная отсрочка. То есть, мы как бы Норск уничтожаем, а хаос ее берет в качестве вассала и возрождает. А так как мы не можем защитить города эти стенами, то сами понимаете, эти города будут ловушками, тюрьмами для наших лордов. Никто не будет стоять в городе, чтобы его защитить, потому что он оттуда уйти не сможет. Возле города армии будут стоять, а в самом городе нет. Так, Сбекхафен взят. Альбион раньше был единственным городом, где хаос мог здание строить. Он поднимает племена, а если он поднимает племена, то это... Отстроим Альбион, а хаос захватит Альбион. И давай по новой. Бесконечная история будет. Классная такая, бесконечная история. Так, Бекхафен. К тому же достанется Бекхафен. Пока пишу имблериху его. Дальше вуэр должен решить. Такс, 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 такс. Крепость Паравон захвачена, как священный поход. Крепость Хайдельберг приобретена, а не захвачена. Медная крепость, да, как священный поход. Норден Хергик. Все, священные походы я правильно отметил. Темпом роста моей бороды, а я думаю, что наоборот замедлился рост. Все, никак не пойму, почему так долго. Аарон, привет. Александру Бекхафен, хорошо. Продолжение следует. поход на кислиф я знаю что ты видишь кислиф что он тут рядом тебя манит хорошо сп на великий дуб ворон сп на великий дуб уже проводят храмовники мора и сигмара великий вековой до великий вековой дуб мы об одном и том же говорим вековой дуб хорошо поход на кислиф так поход на кислиф сегодня стрим священных походов дима янут обрадуется что мы царине дадим возможность возродиться со всеми ли эльфами я сейчас свою нет не совсем я воюю только с торгованом и воюю с этими как то есть двумя из четырех с эльфами ориона я получается свою не с дуртку с дуртку я пока не воюю а ну давайте посмотрим на самом деле так графство ампиров сорок первое место ноль поселения осталось только одна армия у них карак азул орки отняли у гномов поселения да с орионом я воюю у них 11 поселений восьмая сила они то есть я предполагаю вот эти наши противники исчезнут вот эти наши противники исчезнут у варгов мы отняли два поселения то есть осталось 6 зверолюды пока неизвестно где латерн 29 поселений четвертая сила норска 8 поселений торгован одно поселение ну да дуртку мы пока не трогаем но насчет кстати конфедерации нет нет ни висан ламп не аверланд не захотят станет делировать потому что им пока ничего не угрожает до передача хода прапор я знаю ты ждешь я еще не готов передавать ход мы два поселения захватили и где деньги казни где деньги мы провели бои от денег не я понимаю что мы обносим стенами города но блин так тут единичка до стремительного удара осталось хорошо биг хаффин биг хаффин эссен и биг хаффин да здесь нам надо будет учебный плац выстраивать но не в биг хаффине а в эссене скорее всего и кузницу тоже в эссене переносить а что остается для биг хаффина деньги но это временно их тоже придется разрушить новый фронт на лотерне открывать будешь скоро нам неким туда не течь 200 сп на наковальню у какой фракции сейчас меч сейчас погодьте нам надо подготовиться к передаче хода нам надо просмотреть где еще чего мидденхайм что здесь будет великий храм ульрика здесь будет до строительство пехоты но можно будет карабург кинуть в карабург вайсмонд можно будет кинуть кузнецу мидденхайме неплохо было бы организовать еще налетчиков да так что стоило будем строить наперед наперед стоило а вы спрашиваете почему ходы так долго длятся вы посмотрите сколько у нас у нас больше 50 городов на одних провинций овер дофига и в каждой нужно провести строительство и в каждой нужно выстроить правильный правильную очередность зданий все наше ты отсюда можешь уйти можешь уйти поэтому должен уйти на нас никто не нападает но мы помним что эльфы сортоза фархот ракон пока не готов атаковать пирамиду каком случае битрейт пока не дал команду что мы можем думать идем вирусу на марш и идем к фирусу на марш и может даже к сортозе выплываем на марш и вот как нам нужно поступить тут никакого строительства хотя 2400 нужно изыскать на стены и это настолько обязательно нужно что у нас нет выбора у нас нет выбора я знаю куда делись наши деньги и съедает вот этот вот найм но я не могу не нанимать с другой стороны у нас нанимается и нанимается найм который может сорваться и не состояться из-за варга но нам нужны подкрепления на севере так что тоже не могу отказать и святым приходится жертвовать святым паровыми танками господа паровыми танками один паровой танк и мы обносим стенами целый город 2400 не обносим хорошо тогда минус один деппельзольднер и обносим дальше дальше 750 старушку обязательно нужно построить чтобы не быть прикрепленным к этому поселению все равно придется ждать понятно сколько времени еще минус один деппельзольднер так и живем если был какой-нибудь железный банк у которого можно было бы взять кредит мы бы его взяли а потом бы отдали с наших боев страна троллей эрингард тут мы строим стены южные горы ага тут мы тоже строим стены и завастра 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 почему мы не поднимаем ее уровень потому что нам не хватает денег и избытка нету то есть тут можно не трогать хорошо теперь давайте пройдемся по нашим лордам такой зимний клык и зеленокожих нет не готов с ними сейчас сражаться предлагайте тактические ходы и верные маневры не предлагайте ну не хочется вас оскорблять ну это какой-то троллинг вообще низкоинтеллектуальный я бы так сказал помогайте а не тролльте построюсь проведу битвы и передам ход вот и прошло 2-3 часа в лучшем случае на один ход в худшем на полноценный ход не хватает да ну блин 50 армий что может хватать что может хватать то есть